Шаблоны классов могут иметь несколько аргументов. Давайте немножко усложним шаблон класса динамического массива, добавив туда дополнительные параметры. Мы будем определять шаблон класса динамического массива с тремя параметрами. Первый параметр будет такой же, это тип хранимого элемента. Второй аргумент это тип, который хранит размер массива. Ну, может быть, для каких-то приложений нам потребуется массив, размер которого хранится не в типе size t, а в типе short. Таким образом я добавляю один аргумент, чтобы можно было повлиять на тип, который хранит размер массива, и везде, где использовался size t в смысле размера массива, я заменяю на соответствующее имя аргумента шаблона. В качестве третьего аргумента шаблона я указываю тип, который возвращается из константного оператора квадратной скобки. Если посмотрите на предыдущий слайд, то там из константного оператора квадратной скобки возвращается элемент массива по значению. Это вполне нормально для встроенных типов, которые небольшие. Но если в массиве хранятся некоторые большие типы, то есть объекты некоторого класса, для которых копирование это дорого, то такое возвращение по значению — это дорогая операция. При возвращении элемента массива по значению будет происходить копирование этого элемента. Если мы хотим этого избежать, то надо заменить тип возвращаемого элемента с значения на константную ссылку. Добавляя такой аргумент к шаблону, мы позволяем повлиять на это. То есть для встроенных типов там будет использоваться по умолчанию возвращение по значению, а для больших объектов можно будет заменить на константную ссылку. Аргументы шаблона могут иметь значение по умолчанию. То есть в данном случае у второго аргумента будет значение по умолчанию size t, а у третьего аргумента будет просто тип хранимого элемента. Как теперь это использовать? Если я просто напишу array от int, то это будет соответствовать array от int size t int. Первый параметр указан, а оставшиеся назначаются по умолчанию. Аналогично с array от float. Если я захочу определить массив, который хранит какие-то большие объекты, например, массив, который хранит массивы целочисленных значений, то тогда я могу указать все три параметра шаблона, вот как это сделано здесь. То есть тип элемента, который хранится в этом массиве, это будет array от int. Тип, который хранит размер массива, это будет size t, нет смысла здесь менять. И тип элемента, который будет возвращаться из константного оператора квадратной скобки, это будет уже не array от int, а константная ссылка на array от int. Таким образом, мы оптимизируем оператор квадратной скобки, и у нас там не будет происходить этого дорогого копирования. Как видите, имя типа этого массива, оно здесь достаточно длинное. Оно не влезло у меня в одну строчку. И это стандартная проблема при использовании шаблонов. Так как в имени типа вы указываете имена других типов, то имена этих типов становятся очень длинными. Для того, чтобы улучшить читабельность такого кода, используются синонимы для типов. Чтобы определить синоним типа, используется ключевой слово typeDef. В данном случае определяется синоним для типа array от int, синоним int. То есть, где я буду использовать слово int, это будет подразумеваться array от int. Аналогично потом можно использовать этот синоним для определения более сложного типа. Но вот этот тип int соответствует тому типу, который я определил здесь. То есть, это массив, элементами которого являются массивы int. И в качестве возвращаемого типа в операторе квадратной скобки, в константной его версии, будет возвращаться константная ссылка на массив int. То есть, вот этот тип int соответствует типу, который был определён здесь. Дальше эти синонимы можно использовать в любых местах, где подразумеваются имена типов. То есть, можно определить переменную типа int, и это будет соответствовать переменной, которая была определена вот здесь вот функцией fu. Итак, типа это место инонимного типа в элементе конфигурации.